Наш мир так великий и невероятен, что в нем просто нет такого, чего бы не могло быть. А если и есть, то все равно его уже не может не быть. Привет, запасливые бурундуки! С вами Федорович, а в этом видео вы увидите бойцов, которые в реальных боях демонстрировали уникальную манеру ведения боя, а может и создавали свойстии. А пока пацаны точат кулаки, подпишитесь на канал и кликайте колокольчик с лайком. Маленьким топором большой ветки не срубишь, но маленький боксер может ушатать даже большого сумоиста. Василий Ломаченко многими экспертами считается номером один паунд-фо-паунд на данный момент. Его уникальность заключается во многих аспектах ведения боя. Он как бешеный мангуст постоянно двигается на ногах, как верткая кобра не дает по себе попасть, постоянно работая корпусом, и как тазманский дьявол выбрасывает невероятное количество ударов за раунд, просто засыпая, как февральский снег поля, своих оппонентов. Несмотря на свои два поражения и досадные травмы плеча, мы надеемся, что Лома еще не сказал своего последнего слова и вернет свои пояса, а затем отправится за новыми, в другом весе. Все-таки рожденный персиком не станет кормом для курицы. Мудрый человек всего требует от себя, а глупый от других. Тоже можно сказать и про мудрых бойцов. Тони Фергюсон. Для многих это имя ассоциируется с иконой ММА, и это неудивительно. В любой пустыне человек сразу увидит слона, ибо он самый большой и ушастый, и никогда не спутается львом. Так и в октагоне каждый ценитель ММА сразу распознает стиль Тони, который больше всего ценят за его универсальность. Он невероятно работает в стойке, выбрасывая замысловатые комбинации, предугадать которые не может никто, но при этом он отличный грэпплер, который как анаконда может придушить и поломать в партере любого. Наверное, для мира ММА одно из самых больших сожалений останется несостоявшийся, хотя и много раз планировавшийся, бой Фергюсона против Хабиба. Когда мужской монастырь находится напротив женского, то вроде бы ничего не происходит, а все равно что-то да есть. Также можно сказать про этого бойца, который даже просто передвигаясь по рингу и бравируя для зрителей, несет в себе огромную угрозу. Один из самых невероятных стилей демонстрирует в клетке Майкл Пейдж. Он как пацан, который прочитал высказывания Брюса Ли про то, что нужно быть как вода и принял их за святую истину, ведет себя в ринге точно так же. Со стороны кажется, что он абсолютно расслаблен и просто танцует, как подвыпивший диско-мен, но в любую секунду от него может прилететь нокаутирующий удар. При этом удары он выбрасывает на любой вкус. От четкой боксерской двойки до каких-то невероятных торнадо из фильмов про кунг-фу, которые не может повторить даже Джеки Чан. Мысли в излишке, а сил не хватает. Эта истина точно не про Серфио Мартинеза. Этот боксер считается одним из лучших средневесов всех времен. Уникальность его стиля заключается в идеальном тайминге и невероятной физухе. Преимущественно работая на средней дистанции, он постоянно двигается на ногах. Но самое страшное для противника то, что на любой удар оппонента он реагирует отличной защитой и молниеносной контратакой из многоударных серий. Мало кто из его оппонентов возвращается в раздевалку без опухшего лица и гематом. Андерсон Сильва, он же Паук, он же лучший из лучших всех времен в ММА, по мнению многих экспертов и журналистов. Мало кто из ценителей ММА не слышал это имя, а тот, кто не слышал, к ММА вообще не имеет никакого отношения. Легендарность манеры боя этого Спайдермена заключалась в невероятных рефлексах. Ни один его противник не знал и не понимал, как защищаться от его ударов, потому что просто не мог не то, что предугадать удар, а даже представить, откуда он прилетит. Но мало того, при том, что Сильва практически все бои проводил с опущенными руками, мало кто вообще мог нанести удар ему в голову. Ведь любая попытка улетала по воздуху, а в ответ прилетала очень болючая жала. Ко всему этому Андерсон это ломб бойца в моральном плане. На сердце обида, на лице улыбка, а в кулаке динамит. Это то, что можно сказать про легенду бокса Роя Джонса младшего. Многие пытались копировать его стиль боя, и многие из них лежали в нокауте. А те, кому хватало наглости это делать в бою с ним же, отправляли свое эфирное тело в параллельную реальность, посмотреть, где он накосячил в прошлой жизни за такую карму. Уникальность Роя заключалась во многих аспектах боя. Но основа – это, конечно же, невероятная скорость ударов и чувство дистанции. Мало кто из оппонентов мог вообще среагировать на выброшенный удар Джонса, даже с опущенных рук. А когда он входил в многоударные серии, все, что оставалось – это свернуться в клубочек и как ежик ждет, пока лисе надоест его катать по трапке, ждать, пока Рою надоест калашматить двухногий мешок. Не бойся медлить, бойся остановиться. Этим кредом можно наградить Стивена Томпсона, одного из лучших ударников в ММА. Так как он начинал свою карьеру в кикбоксинге, он остался предан этой тактике и манере боя. Его уникальность – это работа на дальней дистанции и сокрушительные удары. Он не форсирует события, а работает от противника, не давая бить себя. Отлично бьет на контратаках. При этом, каким ударом он будет отвечать, не могут предугадать оппоненты, что делает его вдвойне опасным. Не переживай, когда люди не приглашают на застолье. Переживай, что жизнь коротка, а мастерство несовершенно. Я Ир Родригес. Возможно, для некоторых из вас будет малоизвестным именем, но этот парень действительно уникальный боец в клетке. Он настоящий экспериментатор и универсал всех ударных единоборств. Родригес использует в своем арсенале, в реальных боях, все возможные удары. Даже те, о котором вы только что подумали. Он испытывает своих оппонентов самыми невероятными ударами из всех известных единоборств и, наверное, даже из лихих фильмов про карате и кунг-фу. При этом всем это дает реальный результат, а противники просто не понимают, что сейчас в них полетит. Не бойся того, что не знаешь, а бойся, что не учишься. А для бойца это аксиома. Доминик Круз – невероятный ударник, который своей манерой боя заставлял нервничать, плакать и даже уходить в депрессию немало бойцов. Его уникальность заключается в невероятной маневренности. Как кабан под прицелом ружья понимает, что нужно или дико бегать, или стать шашлыком для бухих охотников, Круз постоянно двигается, не давая никаких шансов своим противникам в себя попасть. У этой беспроигрышной тактики очень много плюсов. Во-первых, ты останешься невредимым. Во-вторых, противник начинает нервничать и разочаровывается в своих силах, теряя моральный настрой. А в-третьих, ты раскрываешь оппонента для четких нокаутирующих ударов. Не намучаешься, не станешь Буддой. Наверное, так утешали себя все противники великого принца Насима Хамеда, которого признавали лучшим боксером своей эпохи. Про уникальность этого бойца можно говорить часами. Я уверен, что если бы не бокс, он точно стал бы победителем всех телешоу «Танцев со звездами» во всех странах мира. Его игровая, постоянно танцующаяся манера боя вводила в ступор противника, который просто не знал, что делать. Бить этого танцующего наглеца, защищаться от выброшенного в любую секунду удара или танцевать вместе с ним, умоляя пощадник. Несмотря на всю веселость манеры боя, у Насима была огромная сила в руках. Причем обе его руки отправляли плохую подтанцовку в виде противников в нокаут. Конечно, в этот список можно было добавить еще сотню бойцов. Но это вы можете сделать в комментах. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, ставьте лайк и делитесь видео с друзьями. А также подписывайтесь на мой второй канал «Клон» в описании. И обязательно посмотрите супер видео в описании. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках. Лучшие приемы, техника ударовая, эффективная работа на мешках и лапах, самооборона на улице. Забирай бесплатные видеокурсы в описании под видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok